Сегодня мы с вами поговорим об уникальности грудного молока. Состав заменителей грудного молока постоянен, что для ребенка первых дней жизни одного, трех, шести месяцев. Грудное молоко меняет свой состав и на протяжении становления лактации, и даже во время одного кормления. Сразу после рождения малыша у женщины выделяется молозиво, которое имеет достаточно высокий колораж и, выделяясь не в большом количестве, обеспечивает ребенка всеми питательными компонентами и противоинфекционными факторами. После третьего-пятого дня до десятого-пятнадцатого дня выделяется переходное молоко, и с пятнадцатого дня жизни ребенка у женщины начинает выделяться уже зрелое молоко. У женщины после того, как она кормит ребенка 6-8 месяцев до года, начинает выделяться в небольшом количестве так называемое инволюционное молоко. Состав этого инволюционного молока также может обеспечить ребенка, хотя и небольшим количеством, и питательными компонентами, и противоинфекционными факторами. В промежутках между кормлениями и в начале кормления выделяется так называемое переднее молоко, которое богато больше водой и минеральными компонентами. Если женщина кормит ребенка в течение пяти минут, семи минут, до двадцати минут, то у нее начинает выделяться молоко совершенно другое по составу. Это молоко содержит большое количество жира. Очень важно, чтобы женщина давала своему ребенку и переднее, и заднее молоко, чтобы к ребенку поступали в большом количестве и минеральные компоненты, и вода, и жир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok